Евгений Кононович, СБ Беларусь сегодня. Еще один вопрос на злобу дня. Александр Григорьевич, амнистия по случаю Дня народного единства. Много шума наделал тот факт, что смягчат наказание, отпустят на свободу тех, кто совершил конкретные преступления по конкретным уголовным статьям за так называемую протестную деятельность. Ну, определенная часть публики, как водится, возбудилась и начали еще подписывать, говорить, что вот сейчас президент Лукашенко освободит, примет решение, освободит, выпустит на свободу, то есть начнет некий политический торг. И в связи с этим мы-то знаем, что для того, чтобы получить право рассчитывать на амнистию, нужно подать прошение на ваше имя помилований. Обращались ли к вам с такими обращениями, просьбами? И вообще, как вы отреагируете на эти заявления о политическом торге? Что вы можете сказать? Значит, я никогда не торгуюсь людьми. Может, потому что я человек деревенский, не в Минске вырос в современное время. Я видел, что такое нищета. Видел настоящую дружбу, взаимопомощь. И дрались мы полено на плечо или оглоблю и друг с другом, но и потом помогали друг другу. Поэтому вот это личное из моего детства, оно давляет надо мной. Я всегда готов бросаться в вагоне полами, чтобы защитить человека. Поэтому никакого торга здесь нет и быть не может. Вы из этого должны делать один вывод. Если они будут у власти, они будут точно так поступать, как они говорят. Вот точно так будет. Я никогда этого не делал и делать не собираюсь. Свидетельством тому является женщина, вот эта полячка, Борис. Ну, казалось бы, враг-враг для Беларуси попала туда. И кто ей помог? Никто ей не помогал. Никто не кинулся ее защищать там и прочее. Ну, мама ее, уже, наверное, в возрасте человек, пишет мне письмо. Я скоро умру. Скорее всего, сторонница наша, мать. Я думаю, ну, слушай, ну, Борис, ну, такая-сякая. Ну, ладно, будет она сидеть. Ну, и что? Ну, старуха пришла, вот она просит. Даже это было личное мое решение. Там все были против. Ай, что? Я говорю, ну, что, страну перевернет? Нет, надо отпустить. Мать приехала. Говорю, отдайте ее матери. Ну, по закону все, как положено. Мать приехала, забрала ее до сих пор благодарна. И эту Борис бедную терзают сейчас, ну, как флаг развернуть в Польшу, туда-сюда. Нет, она говорит, спасибо. Вы мне помогли, когда я там сидела? Никто не помог. Да, она не пролукашенковская. Может быть, где-то в душе и в сердце она это понимает. Она публично это не скажет. Но я точно знаю сегодня. Она заняла такую человеческую позицию. Я не говорю уже о матери. Поэтому, знаете, нельзя быть дубоватыми. Вот мы встали в позу. И все. И никого больше не видим. Есть же, ведь же были люди, которые действительно заблудшие были. Разные, это же люди. А что касается тех, о которых вы сказали, преступников и прочих, я не буду торговаться, даже если за этим будет, ну, какая-то выгода для страны. Потому что я знаю, что... А как я вам буду смотреть в глаза? Если я, ну, вот просто выпущу, потому что меня попросили. Да нет, этого никогда не будет. Они должны за это отвечать. Потому что если будет попустительство, это повторится снова. Но там, где можно пойти на компромисс какой-то, ну, там надо идти. Это же наше общество. Поэтому вы за это не переживайте. Тот, кто пытался, грубо говоря, убить Озаренка, он не... Да как Озаренок, он, видите, герой. Он же везде. Да, да, видите, и прочее. А когда маму избили ее, я же это нашли, это умерзался, я говорю, так, к Озаренку и к матери. Вот пусть на коленях ползает. Если они его не простят, сгниет в тюрьме. Он взял ее и простил его. Я же почему сказал не матери, а сказал его и мать. Думаю, он не простит. Они взяли его и простили. Но я же пообещал, что если простят, значит один подход. А так он с экрана меня все время не прощает, давите, а сам простил. Я не упрекаю, ни мать, ни его в этом плане, это их дело. Они в глаза этому мерзавцу смотрели. Я его не видел. Правильно поступили. Точно так и я действую. Если где-то можно пойти на компромисс, я иду. Если нет, и мы видим, что это вражина. Поэтому, если у тебя есть какая-то сегодня власть и сила, ты должен себя сдерживать. Ты не должен четвертовать всех подряд. А много было обращений с просьбой о комиссии? Да хватает. Это же постоянный процесс. И не только очумелые эти. Нет, там же разные люди находятся. Комиссия есть при президенте, которая занимается вопросами помилования. И постоянно, как прием гражданства, так и идут вопросы о помиловании. Это помилование, а не амнистия. Амнистию мы, ну, вы знаете, по случаю каких-то там случаев. Кому-то сократим, кому-то выпустим, но это выйдут-то там единицы. Кому-то сократим не 6 лет, 5, 4, 3 года и так далее. Это не значит, что амнистия-то все вышли на свободу. Нет, кому-то смягчили наказание. Я вам скажу, сейчас у нас в обществе каша большая. Да, есть процентов 75, это люди, которые сторонники наши и которые многое поняли. Но 25, это немало. Это 2 миллиона человек с лишним. А 10 процентов, 10, около миллиона, это они всегда были нашими противниками. Они просто врагами некоторые стали после этого. Вот этих мы должны видеть. С этими должны работать прослойкой. Но и своих не терять. Тут должен очень тонкий быть подход. Поэтому, если вы видите, что я где-то там отпустил чего-то, какие-то вожжи, еще чего-то, вы не должны думать, что я тут уже торгуюсь вашими мнениями. Вы не представляете, под каким я давлением нахожусь, прежде всего, с вашей стороны. Я боюсь вас подвести. Думаю, ну вы же на баррикадах стоите и меня там поддерживаете, из меня там лепите какого-то идола и так далее. А я подведу вас. Вас, госслужащих настоящих, которые я застранул. Вы не представляете, это самое ответственное дело. И когда говорят, вот Лукашенко, сколько он там будет. Слушайте, да мне это уже осточертело. Я уже не знаю, за счет чего я вообще-то, скоро 30 лет. И днем, и ночью ты всегда вот на стрёме. А с другой стороны, ну ладно, хорошо. Плюнул, пошел. Никто у меня камень по большому счету не бросит. А что будет с вами? И где гарантия, что, ну ладно, мы приведем к власти, у нас еще этого хватает, нормальных людей. А где гарантия, что они удержат эту власть? Где гарантии? Гарантии нет. И тогда с вас начнут медленно, снизу вверх или сверху вниз, шкуру сдирать. И я, если буду жив, как я буду жить? Или дети мои, меня не будет, как они будут жить? Они же все рядом со мной, в строю. Поэтому вы не волнуйтесь, я все это оцениваю, в кучу складываю, делю, не делю. Иду на компромисс или не иду, но тот, кто должен сидеть, тот будет сидеть. Я все-таки информацией обладаю большим. И за деньги или просто так я судьбами людей не торгую. Я к этому не приучен, никогда. Чужого не бери и не обижай человека. Справедливость, справедливость, насколько это возможно, еще раз справедливость. Субтитры сделал DimaTorzok